Строительство школы в посёлке Красково стало предметом спора между местными жителями. Проектирование объекта образования началось в прошлом году. Однако места, предлагаемые для возведения учебного здания, до сих пор вызывают вопросы. Наш корреспондент разбирался в этой истории. Остальные дети со школы вернулись. Делают уроки, гуляют на улице. А мы только идём и вернёмся в полшестого со школы. Из-за того, что дочь учится во вторую смену, Ирине Семёновой пришлось уволиться с работы. Провожать ребёнка в школу посреди дня некому. В прошлом году занятия начинались в 8 утра, и до вечера девочка оставалась на продлёнке. Без помощников молодая мама справлялась с таким графиком. Новый распорядок дня прибавил массу неудобств и родителям, и самой школьнице. Ребёнок с утра играется, занимается. Уже у него активность не та в школе. Поэтому очень сложно настроиться на уроки и очень сложно сориентироваться ребёнку. Отпускать ребёнка одного Ирина пока не решается. Путь от дома в ЖК Новокросково до 55-й школы слишком долгий и полон опасных препятствий. Две большие дороги. Очень страшно ребёнка отпускать одного в школу. Приходится провожать в школу, встречать со школы. В общей сложности дорога в школу занимает примерно полчаса. Сейчас у Миланы каждый день по пять уроков. Заканчиваются они в 17.30. Зимой в это время будет уже темно. Вот я ребёнка провела в школу. Сейчас через 4-5 часов мне снова возвращаться в школу, забирать и обратно идти. Это очень много занимает времени. Такая ситуация получилась из-за того, что 55-я школа взяла на себя новый микрорайон, построенный в посёлке Красково. Учебное заведение рассчитано на 400 человек. В настоящее время здесь получают знания 800 школьников. Здание старой постройки перегружено в два раза. Без второй смены никак не обойтись. Посёлок растёт, причём очень интенсивно растёт. Соответственно, детей прибавляется, а школ нет. И те, которые есть, их расширить невозможно, объясняют. Значит, есть выход только строительства новых школ. Такого же мнения придерживается руководство управления образованием городского округа. Всего в Краскове три общеобразовательных учреждения. Мощности каждой школы исчерпаны. Сегодня в этих школах превышает численность детей на 1200 человек. Поэтому мы рассмотрели все возможности по свободным площадям в этих учреждениях. Закрыли учительские, закрыли дополнительные помещения для внеурочной деятельности. И открыли там классы. Тем самым сократили вторую смену. И на второй смене всё равно у нас дети остались. Это в основном второй, третий класс, начальная школа. Это седьмой и шестой классы параллели. И в общей сложности в трёх этих учреждениях обучаются 748 детей во второй смене. Строительство школы на 700 мест в посёлке – часть проекта ЖК Новокроскова. Но из-за разногласий между жителями место для её возведения до сих пор не определено. Я, конечно, очень бы хотел, чтобы эта школа появилась на месте карьера. Чтобы было поближе, чтобы дети не переходили дорогу никуда, рядом с садиком. И забирать ребёнка удобнее. И из окна можно посмотреть даже на площадку школьную. Такой вариант изначально был предусмотрен в проекте. Новая школа должна была появиться на берегу Новокросковского карьера. Но для этого необходимо засыпать часть водоёма. Жители посёлка выступили против. Их поддержали надзорные органы. В любом случае, для подобного вида строительных работ, предполагающих отсыпку карьера, понадобилось бы не менее 5-6 лет для отсыпки карьера и для отстаивания грунта. Ждать 5-6 лет молодые родители, естественно, не могут. Школа нужна им сейчас. Нам необходима эта школа, потому что все мамочки, которые здесь покупали квартиры, они рассчитывали на эту школу. Мы пошли в детский сад. Мы ещё один год вынуждены находить детский сад. Для того, чтобы к следующему году мы надеемся, что решится что-нибудь со школой. Жители посёлка стали предлагать альтернативные варианты. Они направили в администрацию городского округа несколько предложений. Например, построить школу на территории парка Победы возле Малого Красковского карьера. Здесь, как говорится, земельного участка недостаточно для строительства школы. Такой ёмкости на 700 человек – это раз. Второе. Здесь также находятся предприятия промышленные, которые имеют санитарно-охранную зону. И сократить мы тоже не имеем права. И мало того, основной момент – это линия электропередач, которая также имеет охранно-защитную зону. Также в качестве альтернативы жители посёлка предложили территорию бывшей автошколы на улице Карла Маркса. Не нужно будет, во-первых, переходить две дороги. Достаточно будет перейти одну дорогу. Это расположение намного ближе будет и удобнее. Плюс здесь нету близости дороги. И здесь ещё один жилой комплекс строится – Цветной бульвар. Им тоже будет нужна школа. Рядом озеро. Очень красивый вид будет. Но на этом участке, по словам сотрудников администрации, ситуация такая же. Недостаточно места и мешают соседние постройки. Кроме того, территория не принадлежит муниципалитету. Эта территория на сегодняшний день находится в собственности Российской Федерации. И земельный участок перевести в муниципальную собственность очень сложно. Мы проработали все очень внимательно. К сожалению, вот эти земельные участки не подходят с точки зрения городостроительного регулирования, законодательства, действующего в области строительства. Единственное место, которое поможет решить эту проблему – земельный участок, расположенный через дорогу от ЖК Новокроскова. Виден мусор, видны завалы веток, поваленные деревья. То есть вот эта зона такая является неухоженной, и здесь не гуляют мамы с детьми, и мамы гуляют на площадке детской. Это другой кадастровый участок. Было бы хорошо, чтобы данная территория, чтобы завершилось согласование, и данная территория все-таки была отведена под школу. С появлением школы этот участок будет выглядеть по-другому. Территорию вокруг объекта образования благоустроят и высадят на ней компенсационные деревья. Помимо всего, также предполагается строительство спортивной площадки. на территории школы для полного его функционирования, которой могут пользоваться все жители поселка. Новая школа сможет принять не только детей из ЖК Новокроскова. В нее смогут ходить школьники со всего поселка. Если вариант со строительством школы на карьере невозможен, то, соответственно, мы за то, чтобы школу построили в лесу. Как отец школьника 55-й школы, который учится уже второй год, вторую смену, я очень жду от администрации, от кого это зависит, строительство новой школы. Я надеюсь, что школу построят. Мы очень этого ждем. Если школу построят на лесополосе, рядом с нашим домом, это будет очень замечательно. В лесу, конечно, воздух – это большой плюс. Второй плюс – это самое близкое место, которое предлагают в отдаленности от дома. Мне удобно. Я вожу туда ребенка сейчас в сад через дорогу. Мне удобно. Я успеваю и на работу. По вопросам строительства новой школы в конце сентября состоялась встреча жителей с представителями компании-застройщика и сотрудниками администрации. Такое поручение дал глава округа Владимир Ружицкий. Итог собрания – создание рабочей группы, куда вошли активные жители поселка Красково. Все дальнейшие действия будут проходить в согласовании с ними.